Здравствуйте, мы сейчас немножко расскажем не о BIM, а о предпроектном исследовании, как мы занимаемся в бюро, и расскажем, наверное, в примере, нескольких примеров, нескольких наших проектов. Меня зовут Алексей, это Женя, и, в общем-то, начать с того стоит, что в нашем бюро нет какого-то отдельного консультального отдела принципиального корректирования, и по каждому проекту мы обычно собираем группу, опер-группу, скажем так. И это всегда разные секторы и разного уровня. Вот и уже с ними, как приступаем к работе. Мы подошли к определенному методу, который нам, как бы все, комфортный и удобный, и выставать в полосы. Чем он может быть полезным вообще? То есть у нас есть цель сегодня, своей задачи помочь студентам, помочь людям, которые ищут свой подход, корректируют. И, возможно, то, что мы вам скажем вкратце, поможет вам найти свой подход и успешно проектировать. Еще важно отметить, что этот метод мы вырабатывали с той мыслью, что, когда идет проект, вся информация поступает в течение всего периода проектирования, и мы хотели выработать такой подход, который мы всегда будем проектировать на это. И вот, собственно, на один пример мы хотели бы рассказать, как вообще этот процесс в течение всего проекта происходит. Это ватхабские 24 и ватхабские 25. Что такое анализ у нас? Как мы вообще видим процесс анализа ситуации? Ну, в основном, мы хотели три вектора, на которых мы организируем участок. То есть это анализ ситуации, архитектурная программа, анализ стихического задания и цели задачи мне. Вот эти три вектора, они поставят на протяжении всего процесса проектирования, и нет такого, что... Один большой это, решить другому, потом третий век, все идет параллельно. Если говорить конкретно о анализе ситуации, что это такое? Ну, это всегда количественная, многочисная оценка, и у нас есть такой список каких-то пунктов, которые мы по проекту конкретно для себя определяем, и впоследствии решаем, как поработать с этим материалом. Ну, что такое конечная оценка и качественная оценка? Конечная оценка – это то, что мы можем измерить буквально в цифровом инвалиде. Габаритный участок, линии застройки. То есть очень конкретные параметры, которые мы можем снять с ситуации. А качественные оценки – это такое более абстрактное понятие. И у каждого архитектора этот список находится в своем мнении, и очень важно, что они работают в команде, и все объединяются информацией в другую. На этом слайде мы хотим показать, что каждый пункт мы обязательно фиксируем в какой-то схеме. Это не обязательно пойдет в какую-то дальнейшую работу, но это очень важно – зафиксировать в каждый момент, и всегда в процессе всего проектирования, вместе с его перед глазами. Естественно, начинаем с глобального масштаба КАП Москвы. О чем нам говорит положение в городе участка? Говорит, на самом деле, о новом. Например, вот эти два объекта – КАП-24 и Белгородовская-25 – они находятся внутри третьего кольца. Это уже охватывает особый участок, напечатанный на наш подход, на наши видения. То есть это, скорее всего, говорит о классе жилья, о стоимости 2 метра, естественно, и прочих успехов. И все это очень важно – зафиксировать новые схемы, сделать выводы и перейти к следующим этапам. Для этих двух проектов, собственно, одним из важных является то, что это ООО-участок, а они находятся в границах вторического центра. Здесь мы видим КАПСКОЕ. И вот эта карта нам показывает местоположение развивающейся территории и перспективной застройки. Мы анализируем окружающую застройку наших конкурентов, пытаемся рассмотреть, понять, понимать, приспективы развития этих кусочков, этих кластеров, самых живых. И это дает нам очень много информации. Мы стараемся выжать максимальные плюсы и увидеть негатив. Здесь вы видите достаточно четкие и точные параметры поглотности. Мы видим размер участков, площадь квартир. В общем, здесь мы видим количественные параметры. Здесь же мы видим наших конкурентов. Поэтому мы всегда хотим сделать лучше. Мы показываем сейчас две площадки, а три специально. Потому что у нас есть метод, который содержит шаблон определенного. Шаблон, в котором есть определенное количество схем. И несмотря на то, что этот шаблон довольно стандартный, в каждой площадке свой подход. Здесь вы видите участок Долгорукс 25. Мы анализируем стандартные схемы, которые каждый архитектар делает. Но очень важно зафиксировать, пойти в этот этап и сделать выбор. И вот еще есть такие стандартные схемы. Собственно, близлежащие окружение и много. Самый важный пункт, естественно, это школы, больницы, ну и прочие учреждения соцсвечения. И мы фиксируем, но иногда мы показываем также замерывание первых этажей. Что происходит, какая жизнь складывается в конкретном районе. Почему вам важна эта схема? Здесь вот две площадки. Мы анализируем назначение, функциональное назначение окружающих людей. Это интересный итог, но и заказчику почему? Безусловно, заказчику это важно. Ему важно понимать, в какой среде он работает. Имеется ввиду, что есть ли там школа, есть ли больница, в какой-то удаленности. Возможно, нужно ему и нам в дальнейшем проектировании это учитывать. Дело в том, что заказчик часто приходит, наверное, без четкого прописанного технического задания. И уже в процессе предпроектного исследования, в процессе нашего коллектива, мы вместе с ним понимаем, на чем нам нужно работать, возможно, даже какую функцию определить в первых этажах. Если мы говорим о тенденциях развития живых зданий, мы понимаем, что в центре не может быть в первых этажах, в таком месте, особенно, желая функция. То есть это алинтурное помещение. И вот какова лента, кто себе представляет эти алинтурные помещения, в первых этажах, возможно, еще и это будет не битвое какое-то здание, мы тоже можем понять вместе с заказчиком, вот эти схемы нам дают вообще мощь. Дальше, как мы анализируем? Визуальные коридоры, к чему они? Ну, визуальные коридоры нам, конечно же, говорят о том, что, наверное, как мы будем работать с самим уже непосредственно объемом, где здесь делать какие-то акценты, и для заказчика, опять же, одним из главных кредерий является, какие лидеры он получит в итоге, то есть куда будут смотреть будущие владельцы квартиры. Я хочу обратить ваше внимание на то, что это две схемы двух разных площадок. И, казалось бы, ситуация разная, вроде бы графика более-менее похожа, но они разные. И вот этот метод подачи схемы, как мы видим, как мы транслируем эту информацию, тоже очень важно. Это дает нам почву для размышления. То есть с одной стороны, слева мы видим схему, где четкая визуальная коридора, то есть мы видим объекты. Вот этот коридор – объект, на который мы словили. Правая схема, а болееусловная. Это может быть первый закон, который дает вам общее представление о том, какие объекты в окружении сверхних этажей, естественно. Мы имеем в виду, что мы смотрим на светлые фотографии, на хаосы, то, что влияет на стоимость жилья. И еще один пункт анализа важен – это фотофинсация, выезд на место. Но это просто поставили очень хорошие фотографии. Она отражает довольно плотно, полно какая-то атмосфера. И наш участок, собственно, находится вот где зеленая часть. Обратите внимание, анализ технического задания и целей задач клиента. Анализ технического задания – это довольно формальный элемент, который, по идее, заказчик должен приносить вместе со своим желанием у нас заказать проект. Дело в том, что истинные цели не всегда очевидны по техническому заданию, потому что это сухой формальный документ. И очень важно, что наши руководители, наши руководители мастерских, они общаются с ним и определенные моменты, определенную информацию с него снимают. И в процессе анализа деланы такие схемы. Казалось бы, все просто – не парит участков. Но это очень важно. Это красиво, почему? Ну, это важно. Вот сама фиксация важна именно в какой-то схеме. То есть, как бы, в принципе, мы можем или в каком-то файле посмотреть, что участок там сто на пятьдесят метров, да, условно. Но когда заказчик видит вот эти габариты те же, но уже быстрее на какой-то среде, это уже дает какое-то четкое представление, какой участок на конкретном среде, какие у него габариты. Мы анализируем ограничения. Это может быть эскиз, это может быть такая более-менее проводная схема, но, в принципе, все эти вещи, они проходят от начала процесса критерия до финальной сдачи. И здесь, вы видите, может быть, гораздо очень лучше, но суть, она изначально была зафиксирована. Здесь все новые схемы и новые слова. Мы будем постоянно делаться акцент на том, что уже на каждый этап обязательно фиксируется. Вот в том или ином виде. Далее эта схема тоже относится к анализу Z2Z. У нас вот в презентации, вы обратите внимание, наверное, в правом верхнем углу, мы прописываем, что, ну, как идет она, ну, то есть, вот эти три пункта, которые мы обозначили в самом начале, что они идут сквозь проект, все параллельно. Вот, и эта схема о том, что, такая идеальная схема для заказчика, так что вот у нас есть территория, ограничение по высоте, и вот какую площадь мы можем, в общем-то, идеально, наверное, предоставить. И мы разработали, кажется, не работать. Естественно, мы так не можем сделать, потому что мы говорим о жилье. Такого габарита жилья не может быть, то есть это актуально для офиса, но ширина корпуса может быть такой, естественно. Мы анализируем исторический отец, анализируем слои, наслоения вот эти застройки. Это очень важно. Безусловно, важно. И вот, собственно, этой схеме мы можем показать именно заказчику, потому что, наверное, по большей части какая-то проделанная работа, она всегда делается не только для нас самих, нам как бы лучше понять участок, но и для заказчика, то есть взаимодействия с заказчиком. То есть мы всегда пытаемся как-то вовлечь его целиком в проект, чтобы заинтересовать, чтобы он тоже активно очень участвовал. И, в общем-то, часть исторического анализа, она очень хорошо помогает наладить диалог и как-то продвигать проект. И конкретно на этой схеме мы, это уже 19 век, мы хотели показать, что вот уже в 19 веке сложились границы участка, которые мы будем проектировать. Это уже следующая схема, это уже начало 20 века. И здесь мы видим не только какую-то морфологию, да, на конкретную дату, но и то, что появляется Харско-Шабловский массив, что это довольно такая сильная структура, которая, в общем-то, очень сильно повлияла на окружение и дальнейшем, как вот эта территория будет трансформироваться уже относительно вот этого массива. Это монгардный проект архитектора Павел и его команды. И здесь очень важно отметить, вообще обратить внимание, где наш участок находится, он прям примыкает к этому комплексу, и важно отметить, что этот проект, он реализовался чистично. И это дальше видно и в следующем наслоении. Да, и вот в следующем, здесь мы видим, что вот синие дома, который отмечен синим цветом, это уже проект, которые появились с 60-х и 80-х годов, но они уже были построены не по проекту Травин его команды, а уже другими архитекторами, но мы можем сочетать, что они как бы фланкируют улицу и делают такую вот эту квартальную застройку более открытой. То есть по начальному проекту Травин это все-таки был такой замкнутый, портал, но он немного трансформировался, и нам важен памятник. Что в принципе для памятника архитектуры очень важно, что он остался открытым, но у всех не старцев. Но это опять же придет от печата, и нам нужно с этим работать. Мы видим, что здесь типология башни типа застройки, на нашем участке существует здание Мосгорланбарда. И следующий слой. Следующий слой это уже в наше время, собственно, и здесь очень, мне кажется, очень хорошо и наглядно показан масштаб. Как застройка изменилась? Какие стали дворы? Какая стала высота? Какая вообще структура новых зданий? А как вы думаете, почему такие дворы стали? Почему такая застройка цель города появляется? Вот вы. Как вы думаете? Парковки. Вы слышали про инсоляцию? Дело в том, что амбиции заказчиков растут, и растут квадратные метры. Соответственно, растет желая застройка вверх, и чтобы все проекционировалось, должны быть широкие дворы. Вообще, интересная гинейка, наверное, это одна из самых главных наших инструментов в настоящий момент. Даже такой инструмент, который влияет на архитектуру, наверное, станет одним из руководств. Вы знаете, нормы меняются, и недавно наступили всего новые дома, где инсоляция уже не так принципиально, как раньше. Вернее, на другой углу. Вы будете смотреть, изучите. Интересно. И здесь что важно отметить? Проделав этот анализ, нужно сделать выводы. Нужно прийти к чему-то, что позволит нам дальше проектировать, дальше сделать свое предложение. И что мы здесь видим? Что на этой схеме? Здесь обобщено вот эти слои, которые мы видели. И как на это реагировать? И вот на этой схеме мы уже, как бы это одна из схем, которая, одна из схем выводов. И на этой схеме, собственно, показываем, что вот у нас есть краско-шаблский массив, он имеет такие очень сильные диагонали. И, собственно, вот с другой стороны мы можем увидеть, что у нас есть, было каких-то три таких первых пути, по которым вы могли идти, это поддержать фронт, поддержать диагонали вот этого хаско-шаблского массива, либо совместить эти два варианта. Казалось бы банальные вещи. С одной стороны фронт улицы, с другой стороны вот такой мощный мощный кластер, живой хаско-шаблский массив. То есть на это не отреагировать невозможно. И у нас выводы сгибы мы решили. Но в ходе этого процесса, в ходе анализа мы делали варианты. Здесь вы видите только маленькую часть того, что мы проделали. Это базовые схемы, которые дают нам понимание, что здесь возможно, учитывая все ограничения, и ограничения как внешней застройки, так и внутри того, что мы пределы. то есть мы не можем, например, заслонить квартиры своими жалью. И вот, как вы видите, вторая схема, посередине, короче, схема, это оптимальная показалась схема для нас и для заказчика, потому что она учила и фактор фронта улицы, и отреагировала на Хамско-Шаровский по всей своей инфигурации. И еще несколько преимуществ, которые мы расскажем дальше. Вот это другой, как вы поняли, на два проекта, мы показаны, это Долговых-325. Подход тот же самый, контекст другой. Какие выводы здесь вы делали? Да, в принципе, мы здесь проделываем тот же путь, и, собственно, вот на этой схеме мы можем, делаем для себя вывод, что, собственно, участки, которые формировались вдоль улиц, они были такими, такой формы не случайно, потому что дома, главное, выходили всегда на фронт улицы, собственно, и это была ширина вот этого участка. А уже в длину, ну, как вот, мы видим, что он вытянутый, прямобильный, это уже был какой-то сад. И на этой схеме мы видим, что появляются вот синим выделены доходные дома, что их было довольно много, и уже можно понять, что застройки начинают входить как бы внутрь квартала. И еще так, на этой схеме это уже, собственно, современное состояние, сегодняшнее, и тут мы понимаем, что цель, здесь у нас есть церковь, она на фотографии показана Николая Чудотворца, она является перенатой, в этом районе, и, как бы, весь, все окружающая застройка, она как формировается вокруг этого места. и наш, наш участок, собственно, непосредственно входит в контакт с доходным домом. И к этому проекту мы сделали, мы решили, что нужно сделать обязательно анализ улицы, потому что здесь довольно плотная историческая застройка, и мы прошлись по зданию, посмотрели, что они себе представляют и как-то это зафиксировали. И опять же, это все делается для того, чтобы не только нам лучше вникнуть в тему, но и на какой-то настрой, диалог с заказчиком и пытаться максимально его вовлечь в проект. И одним из таких результатов хороших, как нам кажется, было то, что на нашем участке непосредственно находится одноэтажный земляный дом. Это вновь выявленный памятник архитектуры, и у заказчика были вопросы и такое непонимание, что с ним делать и как быть. И это всегда дать заказчику какая-то дополнительная нагрузка. Потому что дом, собственно, с нести нельзя, это памятник. И, в общем-то, после такой-то проделанной работы анализа мы сделали несколько предложений, которые, в принципе, заказчику понравились. И важно отметить то, что заказчик, как бы, ну, мы зажгли у него какую-то идею, и он, собственно, поддерживает нас, и нам это, ну, то есть, облегчает работу, и, в общем-то, это одна из маленьких побед в процессе проектирования того, что мы заказываем дом, и прям и это хорошо. его восстановят, отреставрируют, и там, скорее всего, будет ресторан. по крайней мере, мы максимально стараемся выявить вот этот исторический контекст, выявить лучшее, что у него есть, и максимально сохранить. Мы всегда на этом стоим, перед заказчиком, не можем, но, естественно, что все учить не можем, и давить на заказчик тоже не можем, мы должны его изделие тоже съедать, поэтому, к сожалению, многие памятники уходят, которые не вошли в реестр. Вот, делая выводы, вообще, я анализирую ситуацию, я делал такие, казалось бы, простые слепки, которые тоже много, много о чем задумываться, назвали, что изначально, как развивался этот квартал, как он неживался, совершенно не было рассчитано, что будет внутри его застройка, что там сады должны быть, а вот этот исторический домик маленький, уходил фронтом улицы, и он был главным, лицом этой улицы. Дальше мы видим ограничения высотности, которые прописаны в генеральном плане зеленого участка, и ограничения, которые накладывают окружающие настройки в плане пожарных проездов, и наши желания как бы интегрировать и семья, и так далее. Вот мы анализируем контекст, анализируем мода, и приходим к выводу. И выводы, опять же, мы это фиксируем, и вот на этой конкретной схеме мы показываем, что вот есть доходный дом угородского товарищества, и что есть определенная структура, какая-то уже сформировавшаяся какой-то модуль. И модуль не только самого здания какого, но и пространство, которое здание формирует вокруг себя. Вот мы, когда были там на месте, и как-то на схемах, на картах, поняли, что есть такой некоторый масштаб этих дворов, которые нанизаны на ось, на ось дома. и так как мы, наш участок непосредственно, который мы можем проектировать, он примыкает к этому дому, как-то больше всего взаимодействует. Мы, собственно, попытались сохранить вот этот модуль, и как бы вписать его. И еще одним из моментов было то, что с непосредственной близости сохраняется церкви, церкви, и она является доминантой. И как бы пытаться очень деликатно обойтись из дома, который выходит на улицу фронтом и, собственно, с колокольника. В ходе проектива и в ходе анализа мы изначально сказали вам про три вектора, вообще не знаю. Артитулная программа это вот один из этих векторов. Почему? Потому что заказчики не переходят с артитулной программы. Ну, вернее, нет ее прописанной. Если это случается, то это замечательно. А так, вообще, мы сами прописываем программу, мы пытаемся зафиксировать, что мы хотим выразить как архитекторы, что мы видим в этом участке. И поэтому рождается многообразие вариантов от того, что мы хотим выразить, что мы хотим увидеть на участке. И, конечно, команда проектировщик, команда наших коллег, всегда очень помогает нам в этом плане. Потому что мы каждому даем массу идей, массу решений, мы друг другу толкаем и развиваем проекты. и один из тоже очень важных моментов так называемый слот-анализ. Это термин, как вы понимаете, пришел не из архитектуры, а скорее из бизнес-феры, из экономики, но это то, что позволяет нам экспресс таким образом зафиксировать какие-то ключевые моменты. Что такое слот-анализ? Это сильная сторона сломает возможности и угрозы. И такой анализ позволяет нам что сделать? Вовлечь заказчика и понять в каком направлении мы будем двигаться вместе с ним сквозь 10 палеток. Вовлечь заказчика и специалистов тех властей, которые мы видим, что мы потеряемся. мы не можем все учить правильно, как специалисты. То есть мы архитекторы, мы не можем влезти в экономику, потому что мы специалисты, например. И многие решения, кстати, архитектурные, градостроительные, приходят от экономистов. Это очень важный момент, интересный момент. Потому что, казалось бы, когда приходит, когда есть функция, вот эту функцию могут придать в том числе и экономисты. И вот этот слот-анализ позволяет нам экспресс-образовый, очень быстро пройти слабую сторону возможности угрозы и сделать следующую кранцию. Еще одним из пунктов архитектурной программы является проделать какой-то анализ и уже четко представляя участок и задачи собственно заказчика мы формируем какие-то пункты, очень важные, которые сделают этот проект успешным. И мы их обязательно фиксируем и делимся с заказчиком и дальше уже поступаем работать. Это архитектурная программа и это то, что нужно начинать сразу. Как мы приходим на участок мы должны уже иметь какое-то мнение, уже должны знать, что мы хотим сделать, чем мы хотим людям помочь. мы несем благо все, как говорит Юрий Борисов. Как специалисты мы должны людям нести благо. Мы работаем для людей, партнерство с заказчиком. Поэтому вот эти ключевые принципы их может быть 3, их может быть 5, их может быть 7. они сейчас здесь выглядят достаточно абстрактные, может быть поверхностные, но все зависит сроков работы над проектом. Чем больше мы работаем, тем глубже мы проникаем в ситуацию, тем более смелые и ясные ключевые принципы мы можем создать или создавать интересный проект. В ходе анализа, в ходе проектирования, в ходе работы над проектом Хакской мы выявили, как уже сказали ранее, что мы должны отреагировать на фронт улиц. И вот мы отреагировали и предложили такой масел, такой вид. Оказалось, что у него преимущества есть такие, что у каждой квартиры есть свой вид, что у покупателей, безвечных покупателей есть возможность выбрать, куда они хотят смотреть из своего дома. Мы понимаем функцию, как там он будет расположен. Сказалось бы, все просто, но очень важно зафиксировать это, понять, что возможно. Здесь сказалось бы, просто, но когда мы понимаем такие вопросы, это позволяет нам углубиться в типологию изданий и так далее. Мы делаем такие скины, как мы подъезжаем в парк. Почему мы так уезжаем? Мы не хотим уезжать в парк на сплавной улице, а мы хотим обогнуть недостроенное здание, которое по соседству стоит, например. Или что это? это схема. О чем она? О том, что мы делаем такие два пространства дополнительных, общественных, которые выходят на улицу и делают более живым фронт, позволяет нам сделать интересный, более интересный первый этаж и также то, что формируется более закрытое пространство, что в этом доме проявляется свой двор. Мы стараемся сохранить в нашем решении вот этот вот публичный, общественный сквер, небольшой, потому что там стоит сейчас создание москва лаванды и оно уже имеет свой цель. То есть мы выявляем вот это настоянство участка и стараемся его транслировать в нашем фронтаже. И оказалось, что, сделав такой публичный, мы еще выигрываем в плане создания дворового пространства. Потому что это соседнее здание, его пространство двора огорожено. Но, когда вы находитесь на нашем участке, на нашем, вы не воспринимаете его зажаток. Потому что оно работает в близких с окружающим настрой. То есть мы создаем единую композицию, что тоже очень важно. Также мы делаем несколько разных пространств и разных по типу открытости. То есть у нас такая комбинация пространства, которые открытые, общественные, такие пробки частные и совсем частные тоже на крыше дома. Казалось бы, удивительно, многие студенты хотят сделать эксплуатированную кровь. Это замечательное решение. Просто удивительно, что в этом проекте заказчик пошел на и это позволило сделать эту герархию пространства. то есть есть общественный след, и их смотем огромный, который пользуется своими жителями. Мы бы хотели остановиться на этом слайде и сказать вам, что мы делаем проектные попытки. Первый эскиз это какая-то запись впечатлений. Следующая проектная попытка может быть более проработанный чертеж, схемы, рабочие макеты и так далее. И очень важно, что проектная попытка она становится попыткой в тот момент, когда мы фиксируем пройденный этап и делаем выводы. То есть мы можем сделать эскизы, сделать один эскиз, сделать второй эскиз, сделать третий, все выделить и сделать четвертый эскиз, да? И сделать выводы. Очень важно сделать выводы. Это ключевой момент, после которого мы понимаем, что сделать проект попутки, мы перешли на следующий этап. Дальше в этих проектах мы сделаем проектные попутки. Это рабочие макеты. Мы очень много делаем внимания рабочие макеты. Важный момент, потому что виртуальная реальность позволяет нам увидеть в полной мере ситуацию на макет, и сразу уже понимаешь, как на время работать с окружением на самом себе будущих для этого. Здесь, собственно, мы видим итоговый вариант, который пошел, он был выбран заказчиком и в дальнейшем проработан разработан. Здесь мы посмотрим, как смотрится этот дом на макете уже в окружающей застройке. проявляет. Хочу обратить ваше внимание, что этот рабочий макет позволяет сделать нам фотографии. Вот эта текстура фотографии, она создает живописный слой, который, в принципе, интуитивно воспринимается как что-то более натуральное, чем визуализация. И многие архитекторы этим подходом пользуются, что очень здорово. Дальше мы уже переходим к следующему этапу с работой с материалами, с фасадами. Мы делаем какое-то количество вариантов визуализации. У нас, конечно, не всегда как ускоранты по 600 визуализаций на одну площадку, но мы стремимся и пытаемся как-то с этим работать. Казалось бы, парадокс. Парадокс, извините. Шаблонное творчество, исключающие, вроде как увеличивающие, да, малышаблон, это вот количество набора схем определенных, которые варьируются из проекта на проект. И, в смысле, самые специальные схемы, они позволяют высвободить пространство для творчества. То есть, мы минимизируем время под рутинные процессы и освобождаем время для творчества. Собственно, все находимся с ситом в руках и у нас есть, мы старались в нашем бюро настроить вот это условно сит, через которое пропускает каждую площадку и выявляет какие-то потенциальные пути развития проекта. и когда мы пропускаем эту информацию, мы отделяем для себя важные векторы для работы. И очень важно отметить, что вот этот настроенный какой-то шаблок, который экономит нам много времени, и пропуская любую площадку, мы получаем всегда разные результаты. причем этот шаблок может сделать каждый достаточно просто подойти осознанным ситуациям, прописать, что вы хотите изучить, посмотреть книги, какие вообще возможности, какие схемы бывают, какие выгоды могут из них прийти. И один из важных моментов является командная работа и дискуссии. Как вы видите, здесь мы дискутируем, мы кормим и наших архитекторов, и нашего главного архитектора, нашего мастерства, нашего главного инженера проекта. Мы кормим у них, себя, и в итоге большая ответственность лежит, потому что они должны питать всю эту информацию и упустить заказчик по верному пути. Дальше мы хотим вам рассказать довольно коротко, как вы сегодня видели. И здесь просто важно отметить, что проект тоже живой, но другого масштаба. Здесь вы видите сравнение масштаба этих трех проектов, работали, и почему так сложилось. А вот мы видим, что этот объект, Челенышинская, 17, находится за пределами пределы, это уже определенное понимание приходит, что здесь и плотность другая, и этажность другая, и вообще, дальше как нам это реагируют. И здесь тоже один момент такой, что мы пропускаем этот участок, этот проект через тот же ашалон, через те же критерии, но в итоге получаем другой результат. Вот это очень абстрактная схема, не судите их, пожалуйста, с точки зрения эстетической, но просто тестило разные подходы. Дело в том, что здесь казахстовый участок прямоугольный, но нет. Дело в том, что помежевание оказалось, что там выросли два угла. И мы как бы не хотели сюда излюбленную типологию квартального посадить, нам это не совсем удается. То есть мы тестируем, мы пробуем, разрешиваем, видим, что один объем заслоняет другой и инициализируется квартира. То есть блок выбивается. Мы делаем следующую итерацию, следующий закон. Понимаем, что такой угол тоже не самый оптимальный с точки зрения конфигурации, с точки зрения становимся, делаем следующий заход. Он воспринимается тяжеловесным казалось бы. И в процессе анализа мы видим, что окружающие настройки имеются модулы. Да, я понимаю. Этот модуль мы нашли. То есть когда мы работали со схемами, с картами, анализировали, какие дворы вокруг, какая архология в этом пространстве, мы также поняли, что есть некая закономерность масштаба этих дворов. И мы ее применили на нашем участке. И это на контекст. То есть мы стараемся писать свою застройку, создать переходный модуль масштаба от высокоэтажного к средоэтажному к И естественно, что заказчик, как каждый заказчик, хочет больше площадей. И нам с этим нужно работать. мы хотим создать комфорт на человеческую застройку. Поэтому вы видите здесь такой плотный вариант, где двор не такой большой, то есть мы учли размерность окружающих дворов, расстояние между дворами, поиграли по позиции с окружающими эллиминантами, создали микроплощики, то есть этот угол уже не сомневается с чем-то таким невозможным в плане того, чтобы его реально решить. Но оказалось, что заказчику это не выгодно, потому что количество личных узлов растет, растет в корречном поверхности посадный. Естественно индивидуальный двор. Мы делаем следующий заход. Следующий заход соединится на линей застройки на главной улице, но он, кажется, почти все нарезный. Мы делаем следующие операции, его анализируем, анализируем двор, то есть просадный двор остановился дома, нужно как-то работать, решить и понимать все эти вопросы очень важно. И на этом слайде можно увидеть, что мы тоже работаем с фронтом и с первыми этажами, они делают спортивные пространства, которые позволят увеличить активность первых этажей и делать их более открытыми. финальные рендеры одного из вариантов. Для нас, конечно, большое удовольствие видеть строящийся объект, потому что для нас это успех в том плане, что мы правильно подошли к ситуации, мы смогли убедить заказчиков в том, что большая часть наших решений не верна, и максимально стараемся не испортить контекст, максимально стараемся списаться, и вот мы видим реализующее создание в Москве. Далее мы хотели бы в итоге сделать выводы, чтобы у нас тоже подложилось что-то в голове, и для нас важно, что масса идей рождается на командной работе. Это не индивидуальный подход, когда есть ментор, он решает, что здесь должно быть, что каждый может выразить свое мнение, и вот это количество мнений позволяет нарастить уровень объектов, нарастить глубину анализа и проектного решения. И проект не сомнирует, когда вот эти попытки проектов появляются политики, осмысления, дискуссии, рассуждения. Очень важно в этой команде, чтобы главный ведущий, который определяет смысловое слово проекта, чтобы этот проект не был переусложненным. То есть, любое решение, оно должно быть сильным, и за этим количеством проектных исследований можем делать, то есть, очень важно определить, почему смысловое слово проекта. Это, собственно, все, что мы хотели сказать. Если у вас есть вопросы или какие-то комментарии, может быть, что-то обсудить. Спасибо.